Привет, братишки! С вами Механик, и сегодня мы поиграем в новенький Vault of Speed. Только что она вышла, буквально вот на днях появился открытый бета-тест, до этого только в закрытую некоторым позволяли играть. Сейчас могут каждый, каждый может поиграть в эту замечательную игру. Чем же она примечательна? Во-первых, тем, что они опрокидывали очень долгое время всех, кто ждал её. Они реально опрокидывали, по-другому это не назвать. Но, наконец-то, они что-то выпустили, что-то как-то выпустили. Давайте же посмотрим, что у них получилось в итоге. Итак, первоначально, вот в бете, по крайней мере, нам даются три автомобиля. Это у нас Lada 8, короткое крыло, надо отметить. А выглядит шикарно. Но, это я уже её немного покрасил, там изменил. Дальше идёт Volkswagen Golf GTI. GTI, чёрт возьми, ну старенький Golf, но прикольный. Вот по графе, по графе, если посмотреть, графе. Нормальная игрушка, вполне достойно выглядит. Надо понимать, что это онлайн игра. Это вам не просто что-то, это реально онлайн. Ну и, естественно, король. Вы видите короля. Он бесспорный король. Но, королю место надо вот сначала обкатать, надо вот на каких-то холопах, типа вот восьмёрочки. Восьмёрочка нормальная здесь. Давайте посмотрим тюнинг. Что у нас тут есть по тюнингу? У нас есть воздушные фильтра, распредвал, выпуск, шины для дрифта. Ну, вы понимаете, да? Восьмёрка, передний привод, шины для дрифта. Окей. Всё нормально. Тюнинг второго уровня у нас идёт. Шины для уличных гонок, шины для гонок на треке. Но мы не можем их пока купить. Потому что, как вы видите, тебе не дают нихрена просто сначала. У тебя нихрена нет. Вот у тебя. У тебя есть просто машины. Но надо отметить огромный плюс. Вот за что надо поставить огромный лайк. Это то, что здесь есть стайлинг и он ничего не стоит. То есть ты можешь выбрать вот капот, например. Вот смотрите. Меняем капоты. Ну, мне как-то стандартный больше нравится. Установить всё это бесплатно. Так, а это что такое? Это спойлер. Можно такой маленький спойлерочек поставить. Или вот такая вот движуха вообще нормальная. Но я выберу вот этот маленький спойлер. Нажимаем установить. Всё, он установился. Ничего больше не надо. Ничего платить не надо. Ничего покупать. Возможно, на каких-то топовых тачках. Это всё и будет. Диски, опять-таки, посмотрите. Вот эти были стандартные колпаки. Освещение из гаража куда-то ушло. И вы видите такую вот только полосу. Так. Мы можем поставить абсолютно разные диски. Они, естественно, ну, насколько я понимаю, нонейм. Потому что гризли, сильвер. Я сомневаюсь, что есть такие диски. Хотя комода, может быть, и есть. Не знаю. Напишите в комментариях, как вот тут на самом деле дела обстоят. Вот это типа бибиески. Посмотрите. Вот это бибиески. Ну, их нихрена не... Ну, вот, видно, что бибиески, короче. Но не бибиески. Ладно, это всё тоже не особо важно. Цветов, как бы, немного. Честно сказать, немного. Я поставлю красный цвет, потому что это восьмёрка. Должна быть вишнёвая девятка, как в песне. Оп, смотрите. Реальное отражение. Нет, вот с такой вот графической точки зрения игрушка очень прикольная. Дилеры, покупка автомобиля. Вот смотрите, что мы можем купить. Здесь, как бы, идут такие пути развития. Ну, всё как в танках. Так, от Тойоты у нас идёт дальше Мазда. Если я правильно понимаю, то это вот так делается. Нет, всё же это на втором уровне идёт. А на третьем, соответственно, другие машины, на четвёртом. Ну, и всё дальше. Ну, сами понимаете, да. Ультра, тачки, это у нас Пагани и Макларен. Что касается автомобилей, на которых мне самому хотелось бы погонять, то, во-первых, я не понимаю, зачем здесь есть и Тойота, GT86 и Subaru BRZ. Это же одна и та же машина. Хотя, если мы посмотрим вот как бы на ценник, то вроде как вот это на халяву даётся. Так, хотелось бы покататься мне на, соответственно, двухсотике. С-14 на Мерсе 190, на Субаре, на 34, на 350 Sky и на Супре. Ну, можно на Доджи ещё, на СРТ-8 можно покатать. Паршак. Паршак у нас, ну, Руф тут почему-то написано. А почему он называется Руф? Это же Паршак. Почему он Руф-то? Ладно, это не суть. Погнали уже прокатимся. Давайте. Так, тут есть испыт... А, давайте пройдём испытания. Что это такое? Набор обычных компонентов, набор для тюнинга. Ладно, хорошо. Это будет чуть позже. Это будет в следующих сериях. Давайте просто я прокачу сейчас. Вот она начинается. Вот видите, в очередь. Ну, реально, вот кто играл в танчики, вы увидите, что это прям вот один в один. Буквально то же самое. Я так понимаю, что здесь мы также ждём соперников, которые подгрузятся на сервер. И уже после этого... Да, вот, смотрите. Так. А вот что вот эта зелёная полоска значит? Вот у них, посмотрите, полная... А, это я загружаюсь так долго. Всё, я понял. Используется дрифт, чтобы эффективнее проходить крутые повороты. Ребят, это второй мой заезд. Я до этого один раз запустил, чтобы всё проверить. Сейчас вот второй заезд. Оу. Так, 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 так. А как мне? Чёрт, что мне делать? Посмотрите. Лёгкая, нужен второй уровень. Получается, я... То есть, они все едут... А, нет, это АЕшка. Я уж подумал, на джетишках уже гоняют второй уровень. Но нет, посмотрите, всё нормально. Сейчас, получается, квалификация у нас будет проходить. Затем, возможно, гонка или что-то типа того. Удерживайте ручник, но как его удерживать, я понятия не имею. То есть, никто об этом ничего не говорит. Итак, что хочется сказать по... Да ты чё? Блин, какого вообще ляда? Что творится-то, а? Не понимаю. Так, с ручничка заходим в повороты. То есть, тупо если ты таранишь чувака, ты красавчик, да? Здесь так получается, что ли? Но у меня есть нетрец, понятно вам? Нетрец есть. Опа! Ах, он... Как он это сделал? Нифига себе, смотрите. Чувак как активно пользуется ручником, и за счёт этого очень некисло обошёл меня. Не все меня обошли. Будем думать, что у них есть тюнинг. Да, у них есть тюнинг, у меня нет. Это первый мой заезд. Давайте посмотрим, какие здесь виды есть. Виды у нас... Ну, вернее, камеры. Вы поняли, да, о чём я? Так, это у нас без всего. Это капотец. Это у нас из-за руля. Освещение. Довольно реалистичное, но иногда... Иногда темновато получается. Вот это с крыши получается. Плюс есть, посмотрите, есть у машин повреждения. Чёрт! Реально есть повреждения. И вот при такой камере очень неплохая картиночка. Реально очень неплохо выглядит. Оу! Прям кинематографично получается. Можно там, наверное, лютые скриншоты делать, но... Но не в этот раз. Не получилось. Итак, что мы... Что вообще можно сказать? Вот сейчас первое впечатление. Физика... Ну, неплохая. Ну, правда, неплохая. Нехорошая, но и неплохая. Почему нехорошая? Машина ведёт себя странно. И, честно сказать, даже не знаю, с чем сравнить. Вот, может быть, нужно просто прикататься к ней. Но она другая. То есть, вот в обычных играх она... Чёрт! Ну, как можно говорить о физике словами? Она просто другая. Она не как везде. Вообще, игрушка неплохая, опять-таки. Но я ожидал чего-то прям большего. Потому что они так позиционировали её круто, что это вау! Мега супер игра! Вы никогда такой не видели. У нас был Need for Speed онлайновый. В который, ну, в принципе, не очень много людей играло. И сервера, как вы знаете, сейчас не работают. Всё закрыто. По сути, каких-то таких гонок, типа аналогов ей или конкурентов, наверное, сейчас и нет. Если есть что-то, напишите. Я имею в виду официально поддерживаемые, а не то, что там кто-то запускает свои сервера Life of Speed. Или Leaf of Speed, как там правильно. Так, я даже их просто вообще не вижу на карте. То есть, они настолько далеко ушли от меня. Полюбас, там тюнинг стоит. Но я не понимаю, как тут можно зарабатывать, если ты приходишь просто последний. Если тебя кидает в гонку с теми, кто уже прокачался. Сколько здесь ещё кругов? Ага, три из четырёх. Хорошо. Надо доехать эти круги до конца. Сейчас мы поймём, что там даётся за проход этих кругов. И, соответственно, в следующих видео я буду пробовать другие машины, чтобы мы... О, смотрите, я даже обогнал чувака какого-то. Так, конец гонки. Мы будем пробовать, естественно, другие с вами машины. Надо разобраться в этой игрушке, пока ещё бета-тест, пока она ещё не вышла. Зачем? Чтобы, когда она выйдет уже в полный доступ, можно было нагибать всех. Можно скилл сейчас набить и потом нагибать. По поводу системных требований. По-моему, они не очень высокие. Хотя это странно, опять-таки. Графика вроде неплохая. Физика присутствует. Повреждения есть. Но я думаю, за счёт того, что нет открытых... Нет открытых территорий. Так, всё-таки я что-то получил. Я седьмое место. И, посмотрите, я всё-таки что-то получил. Угу. Ну, хорошо. То есть, можно было оставаться. Я так понимаю, гонка продолжилась бы. Можно выйти в гараж. Там что-то, может быть, настроить. Также здесь есть настройки. Не знаю, где они, но я видел, что есть. То ли когда ты... В смысле техобслуж... Что? Подожди. Так, обычный... Да ты гонишь! За ноль кредитов я... Вы поняли, да, в чём суть? То есть, вот на первой тачке, наверное, такого нет. А вот на следующих 100% это будет. То есть, либо ты ждёшь, пока она починится. Либо ты не ждёшь и платишь денежку. Потому что вот эта херобора, алмаза, по-любому покупается на бабки. Стоп, приобрести алмазы, ну. Странно, у меня не перекинуло никуда. Но я думаю, что в будущем будет перекидывать на какой-нибудь магазинчик, где ты купишь их. Ну, в общем, как-то так, ребят. То есть, условно, игра бесплатная. Да, ты можешь катать так, ты можешь ждать, ты можешь выбирать другую технику. В принципе, 3 минуты подождать это, ну, не слишком много. Ну, выбор, соответственно, за вами. Вот такая вот игрулина. Я прокатился на восьмёрочке. Она, в принципе, прикольная. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайк. Подписывайтесь на канал. С вами был Механик. Всем пока!